На Западе лежит огромная вина в том, что стала возможна эта война. Да только заключается-то она. Вот и не в том, что утверждают Путин и его признание, а прямо в противоположном. Именно в том, что все эти годы Запад Путину все спускал. Очень трудно себе представить, что большинство россиян в ближайшем будущем станут придерживаться цивилизованных демократических убеждений. Даже если режим Путина падет. Расскажите о себе. Я Евгений Кисин. Музыкант. Родился и первый без малого 20 лет своей жизни прожил в Москве. Потом уехал сначала в Юйор, потом в Лондон, потом в Париж. Сейчас живу в Фраге. Уже почти 7 лет. Помните свои ощущения 24 февраля 1922 года? Ну, смотрите, ведь еще за несколько дней до того российские войска подошли к украинской границе. И все люди думали, рассуждали, беспокоились, что же будет. Пукин, конечно, всем нарушил голову, говорил, что это Байден весь мир напугался, хотели бы ввели. Я тоже думал и спокоился, что же будет. Ну и вот, наконец-то, да, я помню этот день. В этот день мне не помню уже, зачем нужно было ехать в больницу. И вот, помню, моя жена меня разбудила и сказала, что да, Пукин таки начал войну, ввел войск в Украину. Произнес большую речь об этом. И вспомнил, ведь 22 февраля Путин объявил о признании независимости так называемых ДНР и ЛНР. И в тот день мне написал мой коллега и пламенный активист Дворец за справедливость Миша Надейман с просьбой записать видеообращение против войны. Что я и сделал, благодаря чему получилось так, что через несколько часов после вторжения российской армии в Украину уже за пределы Донецка, Луганской и Крыма, 24 февраля в интернете появилось мое видеообращение против войны. Первое видеообращение подобного вот. Война – это всегда горе, слезы, кровь и смерть тысяч, а то и миллионов людей. Почему эта война стала возможной? А потому, что, к сожалению, вот тут парадокс. Путин и его пропагандисты во всем обвиняли и обвиняют Запад. Я считаю, что на самом деле, конечно же, на Западе лежит огромная вина в том, что стала возможна эта война. Да только заключается-то она. Вот и не в том, что утверждают Путин и его признание, а прямо в противоположном. Именно в том, что все эти годы Запад Путину все спускал. И Вторую Чеченскую войну. И войну в Грузию, и фактическую аннексию Южной Осетии. И аннексию Крыма. Ну, что это были за санкции, с позволения сказать, после аннексии Крыма? Да и все, что Путин говорил в собственной стране. Уничтожение свободы прессы и так далее. И, кстати, ведь еще до Путина Запад и Ельцину все спускал. И фактическую аннексию Абхазии. И Первую Чеченскую войну. Жертвами которой стали, не забудем, 80 тысяч человек. Как фальсификацию выборов. Первый этот фальсифицировал выборы в России не Путин, а Ельцин. Еще в 1996 году. Конечно, кто-то может сказать, кроме них, если бы он этого не сделал, то к власти бы пришли коммунисты. Да, конечно же, было бы очень плохо, если бы к власти пришли коммунисты, благодаря со старинистами антисемитов Сюгару. Но по кепах разве это оправдывает фальсификацию выборов? Во-вторых, если власти фальсифицировали выборы, разве такое государство является демократическим? И в-третьих, ведь потому большинство людей и проголосовало за коммунистов, что в результате ельцинских реформ им стало жить плохо, еще хуже, чем в Советском Союзе. А Запад, несмотря на все это, Ельцин поддерживал. Я не экономист, не стану углубляться в рассуждения о том, в чем не разбирают. Но Карл Макс, конечно, был выродком, болваном и чудовище. Несколько умных мыслей он высказал. Среди них критерий истины есть практика. Так вот, практика показала, что в результате ельцинско-гайдаровских экономических реформ жизни многих людей в России стало хуже. А раз так, значит, западные профессора Сакс и Акслунд давали Гайдару плохие, неправильные советы. И в этом тоже есть вина. Возвращаем вас Юга Ли Кисин. Как вы считаете, есть ли смысл в отмене русской культуры, о которой так много говорят? Убежден, что ни в коем случае нельзя. Это и в принципе неправильно. И это только народ Путин и его пропагандисты. Даже там не отменяют ведь американскую, английскую и прочую западную пульпу. Даже там сейчас, когда людей штрафуют, арестовывают за плакаты с надписью «Мир западную» не отменяют. В принципе, это неправильно. Приведу историческую аналогу. Ведь это, в частности, касается и музыки. Кое-кто требует, чтобы и музыку русскую перестали назад не исполнять. Когда это началось, мне стало интересно. А вот во время Второй мировой войны и Холокоста, в тогдашней подмандатной Калистинии, исполняли немецкую лунку или нет? Вот как-то я совершенно не мог себе представить, чтобы там перестали исполнять немецкую лунку. Я связался с архиеристкой Итраевского филармонического оркестры. Она прислала мне программу концертов его предшественника, Палестинского филармонического оркестра, в 1942-1943 годах. То есть, в самый раздар Холокоста. И я убедился в том, что они тогда играли много немецкой музыки. И Баффа, и Генделя, и Моцарт, и Бетховен, и Уэдбер, и Шуберт, и Рамса, и Аганна Штрауса, и Афенпаффа, и, кстати, запрещенного в нацистской Германии Хендемита. Некоторые, склонные к перебарщиванию Люги, утверждали, что, мол, открывать сезон театра Ласкалы Борисом Гладуновым, значит принимать участки в геноциде украинцев. А вот оказалось, что сезон 1942-1943 годов, а может быть, 1943-1944, уже неплохо, в общем, один из этих сезонов, Палестинский филармонический оркестр, состоящий внешну прочь в большинстве своем из еврейских беженцев из Германии и оккупированной немцами Польши. Тот сезон Палестинский филармонический оркестр открыл программы, состоявшие из музыки Гентеля Монсорства и Брамса. По логике пассионарных деятелей, значит, они принимают участие в геноциде своих соплеменников Европы. Ну вот не надо, не надо заниматься перебаржами, ну не надо давать эмоциям, захлёстывать рад. Ничего, кроме бреда, это не тогда, нефиг. Не бойкотируя ни в коем случае русскую культуру, нужно не забывать кое о чём, и я воспользуюсь случаем об этом напомнить. А именно о том, как величайшие её представители относились к России. Что писал о России, может быть, самый великий представитель русской культуры. «Ух, чёрт меня догадался, чёрт меня догадал родиться в России с умом и талантом. Я презираю своё отечество с головы, да но. Если бы у меня была возможность, я бы немедленно уехал. Что писал о России величайший после Кушкина русский поэт Михаил Лермонтов? Прощай, немытая Россия, страна работ, страна господ. Что сказал основатель, основоположник русской классической музыки, великий композитор Михаил Белинко? Уже навсегда уезжает из России. По свидетельству его родной сестры Люмил Шестаковой. Цитирую. «У заставы брат вышел из кареты, простился с нами, плюнул и сказал, когда бы мне никогда более этой гадкой страны не дать. Вот не надо обо всём этом забываться. Ни в свой раз не учеет, не байкотируя русскую культуру». Можно ли говорить тогда, если не об отмене русской культуры, то об уместности исполнения, точнее не исполнения, тех или иных произведений или конкретных музыкантов и композиторов сегодня? Конечно же, продолжая проводить ту же самую историческую параллель, в Израиле ни тогда не играли, ни до сих пор не играют музыку Вагнера. Потому что она у многих евреев до сих пор азоциируется с нацизмом. Из-за того, что, поскольку Вагнер был не просто, так сказать, бытовым, а убежденным идейным антисемитом, и даже написал антисемитскую статью «Евреи в музыке», в которой рассуждал о том, что евреи, мол, по природе не способны создать ничего по-настоящему ценного в европейской культуре и для того, чтобы обрезки такую способность, им следует уничтожить в себе все еврейское и тому подобное. И всем этим воспользовался Гитлер для своих целей. Так вот, проводя параллели с сегодняшним днём и с войной в Украине, конечно же, некоторые произведения русской музыки сейчас исполнять ни в коем случае не следует. Например, столь любимые мною картинки с выставки Мусоргского, потому что последняя пьеса этого цикла называется так, дословно, «Богатырские ворота в стольном городе в Акиеве», то есть Киев в ней изображается, как столица России. Ну, естественно, сейчас это исполнять совершенно неуместно. Вскоре после начала войны мне написал один мой хороший знакомый, еврей из Франции, ну, вообще-то он родом из Аргентины, но уже много лет живёт во Франции. И вот он мне написал, что вот какой ужас творится эта война, а с другой стороны, вот бойкот русской культуры, отменили исполнение овертюры Чайковского 1812 год, но почему? Ведь тогда Наполеон делал именно то, что сейчас делает Путин, на что я ему ответил, вы правы, и тем не менее, я думаю, что сейчас в такой ситуации не следует исполнять музыку, прославляющую какую бы то ни было, когда бы то ни было российскую победу. Так что не бывает правил без исключения. И исключения подтверждают правила. Как вы относитесь к известным и даже талантливым музыкантам, которые поддержали Путина в этой войне? Вы понимаете, почему? Потому что сволочи. Вот что касается этой войны, никакого другого ответа у меня нет. Не так давно Путин встречался с Валерием Гергиевым и сказал, подчеркнув это, что искусство вне политики. Как вы считаете, искусство вне политики? Так говорить сейчас, оправдывая то, о чем мы говорим, это чистая вода демагогия. Ну, конечно же, люди искусства, как и многие другие люди, имеют полное право не интересоваться политикой. Так же, как любой человек имеет полное право не интересоваться чем бы то ни было. Ну, вот я, например, никогда не интересовался точными науками. Набоков не интересовался классической музыкой. Не любил ее, вот почему-то не воспринимал. Когда происходит то, что сейчас происходит в Украине, это же не только политический, но и чисто человеческий вопрос. Чисто по-человечески оставаться к этому равнодушным, для этого надо быть полным мерцовцем. Искусство вне политики тут ни при чем. Да не важно, кто это геотель искусства или кто-то другой. Смотрите, другой мой коллега, замечательный пианиц Григорий Соколов. Он никогда не выступал с политическими заявлениями, никогда не высказывался о политике. Но когда началась война, он дал ни то один концерт, ни то несколько концертов в пользу украинского Красного Креста. Даже стал исполнять музыку каких-то украинских композиторов. Я это объясняю тем, что, будучи хорошим, порядочным человеком, просто чисто по-человечески, даже не интересуясь политикой, не мог остаться ко всему этому равнодушным. Изменились ли отношения с украинскими коллегами после начала войны? Летом позапрошлого года я выступал на Одесском фестивале. Много общался с его организаторами Алексеем Батвиновым и его женой Еленой. Мы даже, наверное, можно сказать, подружили. Я когда задумывал фестиваль, одно из моих, ну, можно сказать, мечтаний было, чтобы в Одессе выступил на Одессе Классик с Евгением Кисиной. Потом, полгода спустя, они приехали к нам в Прагу на день рождения моей жены. За несколько дней до начала войны они бежали в Европу. Помню, Алексей мне тогда написал, вот, Евгений, вы оказались правы, когда мы два месяца назад в Праге обсуждали, нападет Путин или не нападет. Мы не верили, а вот вы говорили, что нападет, а оказались правы. Ну, с ними отношения мои никак не изменились. И, кстати, к вопросу о русской культуре. Сейчас Батвиновы продолжают организовывать свой фестиваль Одесса Классикс в разных городах Европы. Будучи в Одессе, я обещал им вернуться туда, на их фестиваль, в 1924 году. Теперь это явно будет невозможно, и вместо Одессы я дам концерт в Люцерне. И вот как раз, кажется, неделю, дней 10 назад буквально, когда мы переписывались с Алексеем по этому поводу, я ему задал вопрос. Дело в том, что в следующем сезоне я буду играть сольную программу, во втором отделении которой будет музыка Рахманинова и Прокофьева. «Скажите, пожалуйста, Алексей, допустимо ли это сейчас на вашем фестивале?» И он мне ответил «Абсолютно допустимо». Я как раз только что играл где-то там в Европе Рахманинова. А уже после начала войны я познакомился с Валентином Сильвестровым. Мы встретились в Берлине, куда он бежал на концерте в поддержку и в помощь Украине, который организовал президент Германии Штейнмайер в своем дворце. Там, в частности, выступали и я, и Сильвестров, наверное, ведущий сейчас, виднейший украинский композитор. Вот после этого концерта мы с ним познакомились, поговорили. И он, кстати, рассказал мне, что оказывается в первом концерте Чайковского есть украинские наигрыши. Ну, я, как и всем, знал, конечно, что главная тема финала первого концерта Чайковского – это украинская народная песня «Веснянка». А вот про наигрыши украинские в первой части я не знал. Вы участвовали в благотворительных концертах в поддержку Украины и говорили, что очень аккуратно подбирали для них репертуар. Почему и что это был за репертуар? Кстати, этот репертуар я подбирал не только для этих концертов, но и до начала полномасштабной войны, как это называется. Что это за репертуар Шопен? Польша, поляки тоже были в свое время жертвами русского шовинизма и империализма. Я, например, никогда, еще в подростковом возрасте, когда впервые выучил пятый полонез Шопена, не сомневался, что это о трагедии Польши, захваченной, изнасилованной Российской империей. И, кстати, вот недавно, несколько месяцев назад, я выучил и начал играть в разных странах новую сольную программу. Первоначально, в конце первого отделения, я запланировал сыграть цикл Клода Дебюсси «Эстамплэй». Это небольшой цикл, состоящий из трех пьес, под названием «Пагоды», «Вечер в Гренаде» и «Сады под дождем». И вот когда я начал учить этот цикл, который много лет очень любил и мечтал сыграть, то почувствовал, что сейчас не время наслаждаться красотой пагод и томностью, чувственностью вечера в Гренаде, что сейчас надо играть другую музыку. И решил повторить неигранные мною уже 30 лет вот этот самый фаги, ес-минорный полонез Шопена. И удивительно, многие слушатели моих концертов в разных странах, хотя я им ничего не говорил, сами почувствовали, что это об Украине. Я играю о том, что сейчас там происходит. Сами почувствовали. Я мог бы сказать, этого я добивался, но, честно говоря, я на это даже не рассчитывал. Я говорил об этом своим импресарио, и когда меня спрашивали, а можно ли об этом написать, я отвечал, конечно, можно и нужно, но далеко не все об этом написали. А вот, тем не менее, многие, самые разные, никак не связанные друг с другом люди, в разных странах, в разных полушариях даже, это сами почувствовали. Вы написали как композитор фортепианное трио о войне в Украине. Расскажите о нем, какая идея у этого произведения? Расскажу, расскажу подробно. В самом начале первой части, во вступлении, изображена мрачная путинская Россия, предчувствие предвестия войны. Вступление мрачное, да тогда еще и зимнее, февральская путинская Россия, предвестия войны. У них главная тема, сама война, бомбардировки. Я в буквальном смысле изобразил эти бомбардировки, глиссандо, скрипок и виолончели сверху вниз, а потом ударом кулаком у фортепиано, в самом низу клавиатуры. Есть такой прием фортепианной музыки, его использовал, например, Прокофьев в своей шестой сонате. Это называется кольпуньо, то есть кулаком. Вторая часть, трагедия Украины и ее народа. Во второй части я процитировал начало двух украинских народных песен. Одна называется «Гора жмени горы», а другая «Ой, выйду ж я на могилу». Начало одной из них я процитировал в самом начале второй части, другой в середине. Ну а финал, как вы говорите, вселяет надежду в победу. В самом его начале цитируется начало украинского гимна, ну а дальше он о борьбе, о сопротивлении, или сейчас, можно сказать, о контрнаступлении украинцев и, в конце концов, о ее грядущей победе. Кульминация финала перед самой кодой это процитированный уже целиком украинский гимн как «Ликование». Как вы думаете, эта война надолго? О, нет, есть такая еврейская поговорка «Амень штрахтун гот лахт» дословно человек думает, а Бог смеется. Предсказываниями будущего я не занимаюсь принципиально. Это невозможно, и я не хочу оказаться дураком. Вы выступаете по всему миру, и до войны часто бывали в России. Как думаете, еще сможете приехать туда с концертами? Разумеется, пока, не только пока идет война, но и пока Путину власти, я туда, нога моя туда не ступит. Это было бы просто мерзко туда поехать. Даже не выступать, а просто поехать. Да и к тому же, по нынешним российским законам, когда шрафуют или арестовывают даже плакат с надписью «Мир», я уже наговорил, я думаю, на много лагерных сроков. А когда-нибудь, конечно, я очень надеюсь пережить Путина и его режима. После всего, что произошло, происходит и еще произойдет, я думаю, пройдет очень много времени, прежде чем мне захочется туда снова поехать. Если вообще когда-нибудь захочется. Сейчас у меня такое чувство, что вот я, ну, не в буквальном смысле, конечно, я вывез из России, я это не сделал в буквальном смысле, но из России у меня моя жена. Мы друг друга знаем с раннего детства. И этого для меня достаточно. И это на самом деле самое важное и дорогое, что у меня в жизни есть. И все, больше я оттуда ничего не хочу. Какое будущее ждет Россию? Единственное, что я могу сказать, мне очень трудно себе представить, что большинство россиян в ближайшем будущем станут придерживаться цивилизованных демократических убеждений. Просто потому, что... Я могу себе представить, как это так вдруг быстро может произойти, даже если режим Пукина пойдет. В Германии после ее разгрома во второй мировой войне страну оккупировали на 50 лет. Немцев заставили запретить законодательно нацистскую идеологию, символику и вообще все нацистское. Немцев заставили покаяться. И, кстати, они до сих пор каются. Вот не так давно в Варшаве проходила церемония по случаю 80-летия восстания в Варшавском гетто. И на этой церемонии все тот же президент Германии Штейн Майер попросил прощения от имени Германии. Я вот тогда подумал, до сих пор немцы просят прощения, потому что в свое время их поставили на колени. Но произошло-то это благодаря тому, что в Германию вторгнулись и разгромили ее. А как сейчас можно вторгнуться в Россию, когда у России есть ягерное оружие? А если вторгнуться в нее и разгромить ее нельзя, то как можно повлиять на умы ее населения? Как можно заставить русских покаяться? Поэтому я не могу себе этого представить. Орлуша, на мой взгляд, правильно об этом написал. Сдохнет ли Карлик? Я думаю, сдохнет. Только Россия при этом не охнет, не помню дальше, слезливо всплотнет, новые войны святые начнет и так далее. А заканчивается стихотворение словами «Пукин бессмертен, а это обидно» или «и это обидно». Не уверен, начнет ли Россия после того, как Путин сдохнет, если в ближайшее время сдохнет, новые войны. В этом я не уверен. Но вот то, что в обозримом будущем не покается, думаю, что будет именно так. Я просто логически мысли не могу себе представить другое. Примаков, конечно, был сволочью, но в политике он, безусловно, понимал. В одном интервью он сказал очень правильную вещь, именно как человек, понимающий, хорошо понимающий, разбирающийся в политике. Оппозицию можно извне поддерживать, но невозможно извне создать оппозицию. Даже США со всей их мощью не удалось создать оппозицию на Кубе. Я все-таки не верю в то, что Украина проиграет эту войну. Все-таки, мне кажется, сейчас западные политики при всем их оппортунизме, при всех беспринципностях понимают, что это и им, и их странам невыгодно. Поэтому я не могу сказать, что боюсь поражения Украины. Я боялся бы этого больше всего, если бы считал его возможным. Но все-таки, мне кажется, что такой вариант уже невозможен. Что сейчас запад этого не допустит. Конечно, к его стыду, с самого начала он именно это и допускал. Как мы знаем, 24 февраля... Нет, ну, еще до 24 февраля Байден перевел американское посольство из Киева во Львов, а 24 февраля предложил Зеленскому убежище. На что тот ответил, что мне не транспорт нужен, а оружие. Чем вынудил Америку помогать Украине оружием и Америку и другие заводные страны. Так что этот вариант я сейчас все-таки не рассматриваю. Что касается остального, больше всего, как известно, возможно, все, что не противоречит законам физики. Но, честно говоря, в том, что Путин применит ядерное оружие, я тоже, честно говоря, поверить все-таки не могу. Очень мне трудно в это поверить. Конечно, этого следовало бы бояться больше всего. Но каким бы Путин ни был нелюдем, все-таки полный же он идиот. Всем понятно, что применять сейчас ядерное оружие – это самоубийство. Если хоть шаг сделаешь в этом направлении, получишь то же самое. Честно говоря, такой вариант мне тоже очень трудно себе представить. Но не полный же он безумец. Несколько дней назад взорвали Каховскую газ. То, что Путин может продолжать делать подобного рода пакоськи, еще что-нибудь такое взрывать, из-за чего будут гибнуть массово еще большее число людей. Ну вот, может быть, этого я, пожалуй, больше всего сейчас боюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!